МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые рабочие места, эти проблемы мы будем обсуждать сегодня. А начнем с вопроса, который наши корреспонденты задали жителям столицы. Можно ли найти работу в Калмыкии? Сейчас жизнь очень дорогая, а молодежи, конечно, хочется побольше зарабатывать. Естественно, они уезжают в поисках лучшей доли в другие города. У меня дети работают. Один на Ямале, в Якутии, где-то, а другой на Сахалине. А мы здесь должны работать. Люди уезжают, молодежь, потому что работы нет. Если знания есть, то вполне возможно. Младшее поколение меня очень настораживает со своим отношением к жизни. То есть они хотят получить все, и при этом не прикладывая усилий. Вот это очень тревожный фактор на самом деле. Поэтому я бы хотел призвать наше молодое поколение трудиться все-таки. Работу, мне кажется, всегда можно везде найти, если было бы желание. Все зависит от того, что как-то настроен. Поэтому я считаю, что многие уезжают, но молодежь даже может и здесь найти. Ну вот, как видите, у представителей старшего поколения проблем с работой нет. Они волнуются в основном о своих детях, внуках. А у молодого поколения есть альтернатива. Либо последовать известной пословице, где родился, там пригодился, либо все-таки выезжать за пределы республики и искать работу там. Но уже сейчас отмечается положительная динамика по первой позиции. И если вот есть возможность у нас сейчас как-то это наглядно проиллюстрировать с помощью тех цифр и данных, которые у вас есть, то расскажите о том, что сейчас происходит на этом рынке. Рынок труда – это вопрос, конечно же, очень сложный. И наиболее важный для экономического развития региона – это, во-первых, наверное, один из первых индикаторов вот такого экономического развития Калмыкии. У нас есть определенные положительные заслуги. Но говоря о определенных, скажу конкретно. Если мы начинали с 2011 года с безработицы в 14,7, рассчитанной по методологии Международной организации труда, 2013 год завершали на 1 января 2014 года с цифрой в 12,5. Сегодня, по оперативным данным, опубликованным в Коскомстатом Калмыкии, по первому полугодию 2014 года, это цифра 10,4. Согласитесь, это хороший, положительный такой вот, если не рывок, то, по крайней мере, шаг в ликвидации безработицы. Хотя задачи по-прежнему стоят, конечно же, грандиозные. Скажу вам только за последние полтора года, с 2013 по первое полугодие 2014, мы создали 1116 новых рабочих мест. Причем в различных сферах, в различных отраслях нашей экономики. Начиная от сельского хозяйства, образования, здравоохранения и так далее. Конечно, многое еще предстоит сделать, о чем я уже упомянул. Задачи перед нами стоят достаточно амбициозные, только за счет впуска в строя наших инвестиционных проектов, крупных в топливно-энергетическом комплексе, в сельскохозяйственной перерабатывающей отрасли, в самом сельском хозяйстве. Те программы, которые уже работают, и которые мы собираемся расширять, все это должно нам дать в самые кратчайшие сроки, а если говорить конкретно, это 2014, нынешние и 2016 годы, дополнительно 2096 рабочих мест. В общей сложности мы должны выйти через два года, ну, с половинкой, да, так скажем, через два года на цифру 3200 рабочих мест и более. И еще раз повторюсь, уже на сегодняшний день мы имеем достаточно неплохую положительную динамику. У нас серьезные предложения по банку вакансий. Мы на сегодняшний день заявляем почти 1770 вакансий. Да, я соглашусь с тем, что около 60% из этого предложения, это в основном неквалифицированный труд, это рабочие профессии, но и 40% это хорошая цифра для специалистов среднего уровня, для специалистов высшего образования. Только в здравоохранении мы предлагаем из этого количества 18% вакансий, только в образовании около 16%. И вот такими темпами мы планируем, конечно же, сделать радикальные изменения на рынке труда в самые ближайшие два года. Алексей Маратович, вам и нашим телезрителям я хочу напомнить, что во время нашей программы мы отвечаем на вопросы, которые поступили к нам на сайт, и на те, которые записали заранее, находясь в рабочих командировках в районах. Вот один из таких вопросов я предлагаю сейчас нам и послушать. В этом году моя внучка заканчивает школу. Она интересуется биологией и литературой. Есть ли в нашем университете специальности, которые помогут ей найти хорошую работу, а самое главное, помогает ли государство трудоустроиться молодым специалистам? Здесь вопрос прямой достаточно, поэтому и можно ответить кратко. Ну, я немножко разверну ответ, потому что если вот внучка нашей уважаемой телезрительницы интересуется этими предметами в школе и планирует по ним же специализироваться в университете, в нашем университете есть факультеты зоотехнии, агрономии. С недавних пор два года в соответствии с нашим соглашением правительственным, которое мы заключили с руководством Калмыцкого государственного университета работает специальность ветеринарии. Что касается дальнейшего трудоустройства по завершению университета и как мы привлекаем молодых специалистов, в данном случае после университета, с тех, кто имеет диплом о высшем образовании, мы уже на протяжении многих лет практикуем, так называемый университет с нашей подачи практикует формирование портфолио выпускника. Это очень серьезный такой документ, который предусматривает внутри себя такие данные о будущем кандидате, как его учеба в течение нескольких лет, его достижения в сфере научной деятельности, его участие в общественной работе и многое другое, что потом помогает работодателю, даже на этапе, допустим, близком завершении этого выпускника, уже предусмотреть для себя возможности его трудоустройства. Мы предполагаем широкий спектр государственной поддержки тем, кто планирует после университета, после получения образования, заниматься предпринимательством, планируем широкий спектр государственной поддержки. Мы помогаем молодым специалистам, мы полагаем молодым предпринимателям. И продолжая тему трудоустройства, я предлагаю познакомиться с прошлогодним выпускником факультета экономики и права Калмыцкого государственного университета, который в полной мере воспользовался всем тем, что ему предлагалось за годы обучения в ВУЗе. Это Игорь Манжриев. За эти пять лет я получил возможность себя реализовать как студента, стать лучшим выпускником своего ВУЗа. И большое благодарность, спасибо, я хочу отметить свою кафедру экономико-управленное предприятие, своего ректора, который нас поддерживал, студентов, всегда оказывал свою помощь и в финансовом плане, и перспективу видел, давал взгляд на будущее. В сумме была программа портфолио у нас в университете образована, по которой, кстати, я сейчас и устроился в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. В принципе, все возможно, просто нужно проявить свои желания. И я думаю, дома же хорошо все-таки, чем быть где-то на чужбине. То есть ты проявишь себя дома, покажешь, и дома ты пригодишься. Вот яркий пример. И еще один видеовопрос, мы его записали в поселке Улан-Хол. Здравствуйте, Алексей Маратович. Меня зовут Джамбет Фальбек, я житель Лаганского района. Из газет и телевидения мы слышим о строительстве нефтепродов на территории Лаганского района. Говорили о создании 500 рабочих мест. В настоящее время говорится о создании 200 рабочих мест. Скажите, пожалуйста, как на самом деле обстоит дело? Спасибо. Ну что же, вопрос прямой, и ответ будет прямым. Я говорил, и ответственно об этом говорю, повторяю, сейчас. Как минимум 500 новых рабочих мест будет создано на строительстве значит, головных береговых сооружений Лукойла, на нефтепроводах и газопроводах, на строительстве и расширении насосно-перекачивающих станций компаний Каспийский трубопроводный консорциум. Ну а если более расширено, хочу сказать только об одном. Сегодня уже близка к сдаче станция, первая станция приемки сырой нефти. Это около 10 миллионов тонн. Осенью она будет завершена, и первая нефть уже будет закачана, стартовая. Уже осенью текущего года первая НПС Каспийского трубопроводного консорциума примет первые миллионы кубометров газа, а их ни много ни мало, около 6 миллиардов кубометров газа, которые пройдут дополнительно по КТК. Это все то, что сегодня позволяет мне с уверенностью говорить о том, что эти рабочие места будут. И самое главное, это не временное трудоустройство, это наши постоянные рабочие места. Рано или поздно эти компании придут к тому, чтобы привлекать больше местных специалистов. Сегодня, да, на строительстве работают местные кадры, на монтаже работают местные кадры, но в технических вопросах, в технических аспектах там пока работают еще приезжие. Те бригады, которые сформированы специалистами Лукойла, или КТК, и привезены сюда, на территорию Калмыкии. Но мы подумали об этом сегодня, ну, до вчерашнего дня, скажем так, в Жирновском нефтяном техникуме, это по соседству Волгоградской области, учатся и училось около 30-34 наших с вами мальчишек и девчонок. По самым разным специальностям, это и буровики, и вахтовики, много-много различных специальностей и рабочих профессий. Сегодня мы открываем 1 сентября филиал Жирновского техникума нефтяного, здесь у нас в Листе. И уже 60 выпускников 9-11 классов придут в первый курс, только в этом году. А значит, к моменту сдачи этих пусковых объектов, а это конец 2015 года, на будущий год дополнительно еще, мы планируем увеличить количество выпускников, значит, как минимум, свыше 150 наших мальчишек, наших молодых, придет на работу и получит квалифицированную, пусть пока рабочую, но специальности, работу на этих объектах. Давайте послушаем вопрос сайта. Здравствуйте, Алексей Маратович. Когда появится работа? Вы планируете строительство каких-либо заводов? Нас КГУ выучило, а работы нет. Жаль, что наша телезрительница, которая, надеюсь, смотрит нас сегодня, не сказала, по какой специальности она закончила наш университет, какой факультет. Ну, здесь можно достаточно кратко ответить на этот вопрос. Я хотел бы сказать, что государство не строит ничего. Это во-первых. Как в масштабах страны, так и в масштабах нашей республики. Это не задача государства, строительство заводов, пароходов, газет, как помните из известной поэмы Маяковского. Но государство обязано создавать условия и планировать строительство тех или иных объектов, необходимых для экономики региона. Государство в данном случае – это правительство республики. Так вот, в этом плане, конечно же, безусловно, мы крайне заинтересованы в том, чтобы спланировать те проекты, которые необходимы для Калмыкии, на самую ближайшую и дальнюю перспективу. Допустим, как мы это сделали 4 года тому назад, 3 с небольшим, относительно перерабатывающей отрасли в сельском хозяйстве, в животноводстве. То, какие условия мы создали для инвесторов, дало результаты. Уже сегодня работают ряд мясоперерабатывающих комбинатов. Более крупные готовятся к пуску уже в текущем 2014 году. Мне иногда задают вопрос, а при чем здесь государство? Ну, наверное, может быть и ни при чем, на первый взгляд. Но на самом деле, вот тот инвестиционный климат, который правительство создало, это создало возможности нашим инвесторам. Небезызвестные компании, Бетонинвест, одну из крупнейших строительных компаний, помимо своей прямой деятельности, заниматься и сельским хозяйством, заниматься и производством строительных материалов. Небезызвестный кирпичный завод в Малых Дербетах живет и процветает. Проект строительства комбината безрегельного каркаса, это тоже в планах Бетонинвеста. Вот эти вот моменты, наверное, являются основными. То есть создание инвестиционного климата, создание условий, привлечение инвесторов, внятный диалог с предпринимательством. Вот это главное. А теперь вопрос из Лагани. Здравствуйте, меня зовут Анфимов Дмитрий, я житель города Лагани. У меня такой к вам вопрос. После того, как закрылся в нашем городе рыбзавод, у нас появилась проблема с нехваткой рабочих мест. Конечно, что-то уже делается, есть положительная динамика в этом вопросе. Но я бы хотел знать, собирается ли правительство и дальше как-то решать эту проблему. Спасибо. Лагань потеряла свой статус индустриального. Закрылись заводы, закрылись крупные предприятия, те, которые формировали основы экономики Лагани. Лагань вообще когда-то была бюджетообразующим регионом Калмыкии. Но сегодня этого нет. Что для нас было главным? Мы, во-первых, решили давний, очень давний, так называемый вопрос с бородой о передаче арендных земель, находящихся на тот период у наших соседей, в распоряжении районной муниципальной администрации. Сегодня около 60 крестьянско-фермерских хозяйств работают на территории Лаганского района. И я встречался с ними, со многими из них, в последние месяцы буквально. Достаточно большое количество рабочих мест открыто в этих 60 КФХ. В среднем, если взять 3-4 места, согласитесь, это уже на сегодняшний день свыше 200 новых рабочих мест. Это что касается сельского хозяйства. В нашей перспективе, конечно же, речь идет о том, что мы будем продвигаться и дальше. Здесь есть еще один положительный момент, то, что какими темпами сейчас идет строительство. То, о чем мы с вами говорили, это нефть и газопроводы на территории Лаганского района. Лукоил, около 500 рабочих мест. КТК. Это и спутниковые бизнесы, которые, как всегда, сопровождают подобного рода производство. Ведь мы говорим только о 500 прямых рабочих мест. Помимо всего прочего, различного рода хозяйства, различного рода предприятия, которые работают рядом с этим производством. Они, конечно же, создадут свои дополнительные рабочие места только в одном Лаганском районе, поскольку Лаганский район в данном случае является основным. Теперь, дальше. Строительство федеральной трассы Астрахань-Махачкала, проходящей по территории Лаганского района. Ее протяженность очень велика. Там задействованы крупнейшие компании как федерального уровня российского, так и нашего местного уровня. Но самое главное, уже сегодня на рассмотрении Лаганского районного муниципального образования имеются десятки заявлений с просьбой о выделении земельных участков, прилегающих к федеральной трассе. А что это значит? Это значит кафе, рестораны, гостиницы, станции технического обслуживания, другие ремонтные службы, автозаправочные станции и многое-многое другое. Это еще дополнительно сотни новых рабочих мест. Вот на это мы рассчитываем. И не только рассчитываем, а сегодня уже прорабатываем конкретный план и дорожную карту, во-первых, с нашими инвесторами, во-вторых, дополнительно то, что в компетенции и в полномочиях нашего правительства касательно земель для сельскохозяйственного пользования, как я сказал, и многое другое, что мы можем сделать со стороны правительства, я имею в виду, та государственная поддержка малому и среднему предпринимательству, вот в том спутниковом бизнесе вокруг этих крупных производств. Вот основной тренд нашей работы для того, чтобы снизить напряженность на рынке труда в Лаганском районе. Вопросы продолжаются, и мы их слушаем. Пожалуйста. Меня зовут Александр, я житель поселка Ергенецкий Киченеровского района. В республике строятся крупные мясокомбинаты, и это хорошо. А что будет происходить с мелкими животно-отческими производствами? Мы сами себе создаем рабочие места. Сохранится ли государственная поддержка фермеров? Я так понял из вопроса, какова будет государственная поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам? И сохранится ли государственная поддержка таковая, как принц? Безусловно. Она не только сохранится, но она и расширится. Только в текущем году около 70 миллионов рублей мы дополнительно выделили с республиканского бюджета. Дополнительно выделили на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств. Наша задача только в самое ближайшее время это создание около 120 новых крестьянско-фермерских хозяйств в течение года полутора. Соответственно, как мы с вами считали, это, как правило, 3-4 новых рабочих места, которые, как вот наш телезритель, земельный участок. Ведь оно не может существовать ни без бухгалтера, ни без агронома, ни без ветеринара. Это, как правило, крупные и серьезные хозяйства. Вот я и считаю из того. Государство создает условия, государство предоставляет землю, предоставляет все виды государственной поддержки, финансовой. А уж задача крестьянско-фермерских хозяйств как раз и создать вот эти дополнительные рабочие места. В данном случае, еще раз повторюсь, 120 крестьянско-фермерских хозяйств это как минимум около 400 рабочих мест в ближайшем будущем. Ну и каковы перспективы развития мясоперерабатывающей отрасли у нас в регионе, особенно вот в нынешних условиях, когда ограничен вывоз сельхозпродукции извне? Мы ждем, конечно же, серьезных изменений на рынке, в первую очередь ценовом, поскольку мы республика сельскохозяйственная, животноводческая, для нас это крайне важно. Помимо того, что безусловно вырастет спрос на нашу собственную отечественную продукцию, чего, собственно, и добивался президент, мы ждем, что наша продукция будет крайне востребована. Я неоднократно говорил, у Калмыкии в этом году и на будущий год, по крайней мере, на тот период, который был объявлен президентом этот год, есть уникальный шанс. Уникальный шанс выйти на рынок мясопродуктов страны с высококлассной, высококачественной продукцией, наши земляки об этом знают, говорить об этом никому не нужно. Выйти на рынок, если хотите застолбиться на нем, причем, сохранив значительные средства на маркетинг, на рекламу, и, конечно, себя представить в классе премиум. И это, поверьте, не бахвальство. Мы реально располагаем такой возможности, поскольку мы предоставляем сегодня возможность нашему потребителю, общероссийскому, понять, что же такое вкус настоящей говядины, мясной говядины, подчеркиваю, понять, что такое вкус настоящей баранины, говоря, мы, я имею в виду не только, конечно, Калмыкию, но и другие регионы и страны, которые готовят именно такую мясную продукцию, не выбраковку смесомолочной промышленности, а именно либо говядину, либо баранину, но высококачественную. Так вот, у нашей республики появляется шанс, и мы его обязаны использовать по полной. Следующий вопрос. Работает ли сейчас программа по выплате врачам, выезжающим на село, 1 миллион рублей и подъемных? И еще. Сейчас много рассказывается об открывающихся фапах на селе. Есть ли дефицит медсестер, фельдшеров, можно ли туда устроиться на работу, и есть ли какие-то льготы? На сегодняшний день на рынке труда около 18% вакансий приходится на сферу здравоохранения. Наша задача сегодня, чтобы снять вот эту напряженность на рынке труда в сфере здравоохранения, это, конечно же, увеличивать заработную плату. Мы начинали где-то с 9-8. На сегодняшний день я имею в виду средняя заработная плата работников здравоохранения, средняя, подчеркиваю. Это не врачи, это общая, средняя температура по больнице, говоря медицинским термином. Так вот, сегодня это около 15 тысяч рублей. Наша задача в самое ближайшее время, в течение двух лет, довести ее до 25 тысяч. Ну, наверное, и еще нужно сказать об одной инициативе, которую предлагает правительство рассмотреть в нашей общественности. И мы ее уже начали, так скажем, обсуждать и на круглых столах, и на моих встречах с общественностью, в том числе с работниками здравоохранения. Это, конечно, строительство социального жилья или жилья социального найма. Во-первых, государственная поддержка в авансовом платеже по ипотеке. Во-вторых, это государственная поддержка в погашении процентной ставки по ипотеке. И в-третьих, в зависимости от категории возрастной, подчеркиваю возрастной, мы хотим стимулировать работников пенсионного или предпенсионного возраста и стимулировать молодых специалистов, в данном случае врачей, медсестер, санитарок, педагогов тоже разных категорий. Так вот, мы хотим простимулировать это. В зависимости от возрастной категории, категории, которая нам необходима, Я имею в виду экономики региона, в данном случае здравоохранения. Так вот, от 25% до 50% это все будет погашаться за счет государства. От рыночной стоимости жилья. Вот эти три основные фактора и три основных направления, которые мы предлагаем нашему обществу уже до конца 2014 года осенью. До осени осталось не так много времени. Ну и как всегда мы проводим акцию «Свободный микрофон» с вопросом, что бы вы хотели сказать временно исполняющему обязанности главы республики Алексею Орлову, мы пришли к студентам Калмыцкого университета. Очень интересно послушать, что скажут наши студенты. Мы сегодня не зря собрались около вот этого панно, где представлен Зая Пандита. Это наш просветитель калмыцкий, который создал нашу письменность, Тодо Бичик. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши молодые люди, наши мы, в частности, мы, будущие специалисты нашей социально-культурной деятельности, брали пример именно с такой яркой личности, как Зая Пандита. Социально-культурная деятельность – это область очень широкая, начиная с народных домов творчества и кончая министерством культуры. Я думаю, что внимание к социо-культурной сфере нашей республики должно быть точечным, и тогда будет результат. Вот я до того, как поступить в наш институт, я работала в Государственном театре танца Калмыкио и Раты. Естественно, я побывала во многих странах мира, и мне всегда было приятно, когда мы приезжали туда, и нас всегда принимали радужно и вообще круто, то, что мы являлись лицом Калмыкии, и то, что с таким интересом относятся к нашему творчеству, к нашим танцам. Это было всегда приятно. И вот сейчас, когда я учусь здесь, в нашем институте, после окончания института, я бы хотела, чтобы именно такие люди, как мы, были востребованы в нашей Калмыкии, потому что именно мы сможем развивать нашу культуру и творчество, и искусство в целом. Я прекрасно понимаю, что сегодня потенциал республики – это в первую очередь молодое поколение, и хотелось бы, чтобы в республике Калмыкии создавалось большое количество программ для развития молодежи, молодежного творчества, чтобы создавались ресурсы, создавалась база, где можно было реализовывать такой богатейший потенциал, который бы давал возможности развитию республики Калмыкия. Я уверена, сейчас готова прокомментировать все, что было сказано. Конечно, все, что было сказано нашей молодежи, абсолютно все верно, и я согласен с каждым словом тех молодых людей, которые высказались. Я хотел бы прокомментировать только с одного угла, с одной точки зрения, а именно с тех приоритетов, которые мы расставляли для себя в социально-экономическом развитии нашего региона, нашей Калмыкии. Мы достаточно серьезно продвигаемся к этому, по крайней мере, те дорожные карты, которые были сформированы на основе майских указов президента 2012 года. Они показывают, да, есть, может быть, небольшие отклонения, но в целом мы движемся достаточно позитивно и динамично. Сегодня я абсолютно согласен с молодежью, то, что они видят своими собственными глазами, видим и мы. Так вот, сегодня можно уже говорить о том, что параллельно с тем, что мы продолжать, как продолжали, так и будем продолжать работу в реальном секторе экономики, нужно и обязательно нужно работать в социальной сфере. Это и строительство школ искусств, это и новые детские домотворчества, это и возможности для молодых специалистов, которые выходят со стен университета или с других учебных заведений нашей Калмыкии, иметь рынок труда, иметь возможность, иметь альтернативу. Наше общество теперь не воспринимает просто слова. Дела, конкретные дела. Вот сегодня эти конкретные дела дают нам возможность работать в социальной сфере. Пока они в основном направлены на увеличение материального благосостояния наших граждан, это заработные платы, вы понимаете, это строительство социального жилья, это и многое-многое другое. Сегодня наступает этап, когда мы подходим к тому, что мы будем реализовывать следующую часть той социальной программы. Создание условий для молодых специалистов, строительство новых учреждений для возможностей для работы с детьми, с молодежью. Вот это все задачи сегодняшнего дня. В завершении нашей программы я хотел бы пожелать нашим телезрителям, всем гражданам нашей республики всего самого доброго. И я больше чем уверен, вместе, совместными усилиями, мы исправим ситуацию к лучшему. Для этого есть серьезная, позитивная динамика, которая происходит. Для этого есть уверенность, то, что делается, оно даст, обязательно даст свои положительные результаты. И вот та тема, одна из основных, которая сегодня нас всем беспокоит, рынок труда, возможности для молодого поколения туда устроиться, она будет решена в самое ближайшее время. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, задавайте вопросы на сайте нашего канала и не забывайте указывать свое имя и электронный адрес для связи. На этом у меня все. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова